алексей вы дебютировали на кубке россии миджи 2017 на четвертом этапе до этого была уже коза москва сочи дебют ваш пресс он пришел с наказанием это от любви к городу или профессиональные какие-то нет я скажу так я когда могу то с удовольствием то есть на самом деле вот это уже третий третий уикенд миджета которые комментируют первые два были в прошлом году и в этом году как гонки поддержки гран-при россии формула-1 в сочи в прошлом году соответственно две гонки и две тоже в этом году не знаю просто не входили в кубок россии это самодостаточное соревнование очень интересные в этом году были гонки очень интересная была борьба потрясающая потом остальные как бы в выходные когда были гонки я работал на других каких трансляциях поэтому не мог но смотрел всегда с большим удовольствием следил за результатами вот поэтому когда выбрался сюда и на 4 и на 5 этап тоже который будет через неделю после 4 мы как раз с вами на днях обсуждали потрясающую гонку в рамках гонки поддержки формула-1 соответственно карачёв и лукашевич устроили там сумасшедший экшен раз десять менялся лидер по ходу гонки тут можно провести некую параллель с формулой-1 сказать что миджет именно с точки зрения количества обгон даже презентабельнее выглядит ниже намного единственно что для зрителя ну во первых формула-1 все-таки от самой быстрой машины конечно они звучат не так сейчас из-за тур пока раньше но все равно это конечно плюс всем известные пилоты даже у нас в стране не все знают лукашевича карачёва гладзау постепенно благодаря трансляциям эти наверно фамилии будут на слуху да как наше тоже предыдущее поколение гонщиков тот шульмейстер который сам сейчас успехом выступает иногда но в любом случае условно фамилии там феттеля хэммингтон райкан для фанатов автоспорта все равно они более на слуху все равно конечно рейтинге формулы-1 выше чем любого другого автосоревнования везде кроме ну может быть там в америке свой на стар больше смотрят в принципе в мире конечно хватит выше всего поэтому данной ситуации было бы несколько нескромно надеяться как опередить по рейтингам формулы-1 а вот по борьбе и зрители и телезрители и зрители на трибунах все видели действительно очень удачная трасса именно для биджета благодаря слив стримом то есть можно не иметь дрс но иметь такой коэффициент лобового сопротивления за счет этих полностью закрытых колес да что ведь было предсказано что в общем-то будут уже к первому повороту и так и вышло когда мы видим там рассыпались 5-6 человек в ряд для этого нужна широкая длинная стартовая прямая даже формуле-1 то же самое вышло ведь победа ботаса была предопределена именно на прямой когда он слив стримом смог за двумя феррари поэтому сочи очень удачная трасса для мишки с этой точки зрения зрелищности да с другой стороны может быть самим гонщикам не очень интересно там ехать очень длинные прямые там бетонные заборы с этой точки зрения и рейсуэй неплохо казань может быть даже еще лучше потому что совсем компактная трасса с перепадами высот что очень важно повороты и на спуске и на подъеме совершенно разные на поворота третьего под первой передачи условно говоря до ходового поворота на спуске действительно нужна большая смелость вот последняя связка которая выводит на стартовую прямую поэтому очень хорошо что у мишки есть именно сезон что это не серия который сидит только на одном автодроме пусть даже она базируется в сочи да но что она выезжает она выезжает и на рейсуэй что она выезжает в казань может какие другие автодромы у нас сейчас у нас есть нижний у нас есть смоленск у нас есть грозный недавно открытый автодром где много чего проводится поэтому дай бог что все это развивалось и чем больше этапов тем лучше и с моей стороны когда удается на них выехать и в перерыв между формулой 1 внутренние соревнования это очень здорово и приятно вы уже прокомментировали достаточное количество гонок миджета и уже возможно непосредственным экспертом назвать безусловно на ваш взгляд иван лукашевич безусловный лидер кубка россии и миджет и в принципе серии имеет некие шансы проявить себя в других сериях не ну иван он потому и является лидером безоговорочно что он уже проявил себя в других сериях я хочу сказать что это профессиональный пилот который ехал в поддержке в чем и в палмер аудио он ехал в новозеландской тойоте но главное он ехал в гран-при 3 против ребят которые потом попали в F1 то есть условно говоря это уровень другой чем вчерашние люди из прокатного картинга которые приезжают и который 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 он частично тренирует которых врачев частично тренирует в этом это силы серии что здесь у них есть возможность тянуться действительно реально быстро сравнивать свои времена сравнивать свою телеметрию сравнивать свои траектории на там он борт камерах которые они сами ставят просматривают всю лимитсу на ноутбуках плюс именно иметь тренера который сам только что с ними проехал и может им указать где они недорабатывают где можно прибавить где можно добавить то есть это очень здорово что касается дальнейшего развития карьеры Вани ну дай ему бог чтоб там он нашел спонсора и смог заново запустить может и для Формулы 1 как бы уже поздно хотя тоже достаточно молодой парень но есть огромное количество достаточно профессиональных категорий куда приходит как раз много ребят прошедших юниорские формулы тот же чемпионат век тот же чемпионат план пен где они едут за рулем очень быстрой техники едут профессионально едут долго поэтому но это не отменяет что он может все равно ехать несколько гонок в году в рамках российского миджета и продолжать учить скажем так новое поколение вы являетесь лидирующим общепризнанным экспертом в принципе в области автоспорта и вопрос такой вы уже пару дней сейчас казани присутствовали скажем так в логовый миджет это такой офис лаунж зона скажем так где отдыхает и проводит практически все свое время на автодроме казани ринг наши пилоты автоспорт это спорт индивидуальности это каждый из них спортсмен каждый из них личность и зачастую мы знаем происходят такие некие агрессивные проявления в отношении друг другу но все-таки борьба всякое бывает вам не кажется что миджет в этом плане что-то особенное потому что может быть вы опровергните эту мысль но на мой взгляд и здесь царит такая семейная по-настоящему атмосфера именно среди пилота в первую очередь я не опровергну я даже наоборот соглашусь с вами потому что здесь даже не обязательно ходить далеко в формулу 1 смотреть там интервью которые они раздают но это достаточно политкарьер но все равно если есть возможность там полоть другого как то это будет сделано но я как человек который даже в прокатном картинге много лет варился в том числе в качестве участника я прекрасно себе представляю атмосферу с одной стороны вроде бы привет привет а с другой действительно не очень доброжелательные люди настроены друг к другу обычно бывают и все спортсмены всем кажется что они лучше всем кажется что их незаслуженно помешали и так далее и поэтому действительно то что я вижу здесь понятно что все хотят тоже победить но опять-таки часть вот это вот перемешанные профи с любителями плюс к этому профи которые параллельно тренируют этих самых любителей плюс к этому части любителей начинают очень здорово получаться и они начинают вплоть до того что теснить профи как мы видели реально на поле был дмитрий глазала да и там пару пробов он лидировал относительно это собственно весь кубок прошлого года именно он взял можно говорить о том что там его соперники не во всех этапах участвовали это все правда но результат на табло как говорят поэтому вот плюс присутствие дамы опять же среди выступающих мужчинам уже может быть чуть-чуть стыдновато себя показывать с худшей стороны это тоже важно между собой скажем мы не стесняемся дата при женщине уже никому не хочется чтобы о нем плохо подумали поэтому он два раза подумает перед тем как там устроить истерику скандал и так далее в общем действительно атмосфера очень доброжелательно это здорово что касается в целом серии вы комментировали одни из первых гонок когда миджет появился в россии да когда сергей егоров привез непосредственно эту серию в нашу страну вы комментировали сегодня будете комментировать через неделю смысл вопроса таков насколько миджет вырос выросла именно как 7 именно как серия в россии очень выросла и мне очень нравится серьезность который подходит к вопросу то есть в мелочах вот дьявол прячется в мелочах деталях и это действительно так и телевизионная картинка например да настолько не прощает любительство настолько видно иногда вылазит и вылазит в очень как бы профессиональных сериях которые тоже я смотрю что здесь где вроде бы практически любительское соревнование за умеренные средства там люди в общем практически в которых большей части есть свои профессии которые едут в выходные да там потребляют работу в удовольствие но при этом я смотрю насколько все здорово продумано и насколько подходит к тому чтобы даже картинка была красивая даже вот мелочи велось на брифинге пилотов присутствует про то как как стартовать и действительно когда мы видим как мегапрофессиональные дикар там не может толком стартовать и успевают выстроиться в момент у старта там три-четыре ряда остальные разного едут и здесь мы видим и причем второй раз уже после сочи я вижу когда действительно полностью сформированная стартовая воля когда действительно там 16 человек и они едут так как надо все шестнадцать и это очень красиво выглядит на рестарте мелочь но если люди плотно то и к моменту первого поворота плотно а если люди все в разнобой то весь смысл вот старта близко теряется да и задние просто не успевают догнать передних а здесь весь пеллетон компактный и выглядит красиво и борьбы гораздо больше в первых поворотах по ходу первого круга поэтому такого рода мелочей достаточно много и они достаточно приятные вы прилетели в казань накануне даже него накануне дня квалификации и собственно нужно можно сказать так обошли трассу изучили всех пилотов брали на них досье брали все раскладки по сезону это профессионализм как иначе можно конечно на классе воду лить в общими словами говорить но это же глупо знаете есть определенные внутренние свои правила подготовки условно конечно всегда обойду трассу пешком конечно я посмотрю где как что какой поворот есть у кого узнать какие-то подробности из гонщиков естественно я тут знаю где как он проходит за какой поворот позволяет лучше потом понять что происходит в гонке почему там ошибся тот или иной гонщик а там он не ошибся почему здесь он не полезно в торможении потому что как бы изняться именно там сложно это сделать или наоборот такого рода вещи плюс познакомиться с ними о ком ты говоришь это тоже как минимум уважение то же самое даже когда я фрагмийный матч комментировал то есть вроде бы вообще картоспорту не имеет отношения но опять-таки недостаточно просто номера нужны фамилии имена биографии статистика по каждому игроку она может не пригодится ты можешь готовить там неделю из этой недели тебе пригодится два часа но но сам тот факт что ты готов к этому иначе невозможно вы комментировали с генеральным директором российской серии миджет борисом свой мистером который является и сам пилотом да и зачастую именно на миджета гоняется как вам именно с точки зрения профессионального комментатора работа в паре с борисом я с огромным удовольствием вы знаете мне вообще работать в паре гораздо интереснее в формуле 1 когда с наташей фавричным работаю мне в разы интереснее проще и лучше это делать в диалоге чем когда я работаю один с борисом который знает изнутри эту серию работать прекрасно то же самое когда я регби приметил тебя вспомнил у меня есть коллега дмитрий шмаков который сам играл который сам работает федерация регби знает изнутри многие моменты и в диалоге рождается истина это не отрицает того что иногда когда что-то редко яркое происходит можно там чуть-чуть кричать но ты если ты будешь кричать на протяжении всего репортажа ты просто утомишь людей и от этого восприятие людьми теряется а когда ты в диалоге то ты можешь гораздо больше узнать сам и сообщить зрителям соответственно поэтому шульвестером просто прекрасно лучшего посла этой серии это трудно представить к человеку который не просто вообще когда-то ездил а по ходу этого сезона уже даже во вне зачетных годах принимал участие на подиуме приезжал идеальная серия ну и последний вопрос вы уже достаточно комментировали виджет вы уже достаточно изучили серию изнутри как вы правильно сказали появилось желание непосредственно практике опробовать машину на тестов да в гонке нет когда произойдет на неделю надеюсь какие ожидания у вас никаких никаких главное чтобы не хрометраж не попался спасибо вам алексей а а а а